Ивана Трофимовича Клименко Ивана Трофимовича болезненные. Действительно, праздник со слезами на глазах. Настроение поднимает подрастающее поколение, рассказывает Иван Трофимович. Он получил больше 20 писем от школьников, которые благодарят ветерана за победу. Спасибо деда, ради вас я живу. Другие пишут, если бы это, не вы, не знали бы, какая у нас была бы жизнь. И вот такие выражения кругом. Молодцы, вообще хорошее поколение растет. И пусть растет в мирное время, добавляет ветеран. Сказать спасибо за победу от всех североказахстанцев пришел глава региона Кумар Аксакалов. Он вручил Ивану Трофимовичу личную благодарность президента страны. От имени президента нашей страны, Афина Токимила Четухаева, специальное поздравление и благодарность. Ой, дай бог ему здоровья. Ветеран, хоть и живет один, вниманием не обделен. Недавно получил квартиру в новостройке, а в этом году еще и миллион сеньги от государства. Но самое приятное, говорит фронтовик, что о нем не забывают. Пожилым людям многого и не надо, отмечает Иван Трофимович. Спасибо огромное. Не знаю, даже чем выразить, как выразить. Благодарна вам бесконечно. Спасибо. Это мы вам благодарны. Вы нужны как символ того героизма, который вы преодолели, ваше поколение, наши отцы, деды в эти тяжелые годы. Вы как символ для всех наших поколений, для молодежи, для детей, для внуков. Символ героизма и силы духа, символ победы. После Великой Отечественной Ивана Трофимовича отправили на Восточный фронт, потом в Китай. Домой он вернулся только в августе 51-го. Работал прорабом. Сначала в нашей области, после уехал в Алматы. В Алматы отпечатков очень много. Там их, наверное, не перечислишь. 50 лет прожил уже там. С 64-го года по 13-й год. Я вернулся, как говорят, ностальгия по родине. Ну и вот вернулся назад. Ну и вот все там, начиная с дворец Ленина, гостиница Алматы, завод АЗТМ, военный завод Н-409, АХБК, спорткомплект Медово. И еще десятки объектов, в возведении которых участвовал ветеран. Не теряет боевой дух Иван Трофимович и сейчас. Ему 92 года. Но эти цифры только в документах отмечает ветеран. В душе ему намного меньше. Агири Мукашева, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Детские воспоминания времен войны – вещь удивительная, уникальная, рассказывает руженица тыла, педагог с 50-летним стажем, краевед Вера Еворская. Какие-то моменты, например, пугающие, тревожные, преобразовывались сознание и становились чуточку мягче. А редкие мгновения радости, напротив, были такими яркими, будто каждый раз перед ними в детские руки попадал калейдоскоп цветными стеклышками. Вере Никитичне всегда казалось, что она на все вокруг смотрит сквозь волшебную трубу, с интересом, смешанным с любопытством. Это чувство не угасло, даже когда, сидя в парке с папой, с мороженым и морсом в руках, она узнала, что началась Великая Отечественная. Намного позже, став педагогом, прикоснувшись к фактам и цифрам, Вера Еворская по-настоящему поняла, что такое война. На фронт ушло 100 тысяч североказахстанцев. Из них так, значит, 25 тысяч из города и 75 тысяч из села. Население Петропавловска в то время составляло где-то 113 тысяч. Вы представляете, что это такое? Сколько людей ушло? Из 100 тысяч североказахстанцев вернулось только 55. 45 тысяч остались на полях войны. Причем в книге памяти занесено только 35 тысяч. Судьба 10 тысяч осталась неизвестной. Они отдали свою жизнь за мир и свободу, за победу, которую всеми силами приближал каждый, кто ушел на фронт. Герои Советского Союза, кавалеры Ордена Славы в общей сложности в нашем регионе, их 66. Огромную поддержку тем, кто находился в полях Второй мировой, оказывал тыл. Заводы, предприятия, совхозы. В последних наравне со взрослыми трудились дети. Основной же костяк рабочих за так называемой линией огня состоял из женщин. Обувь, подходящая под сумку, укладка, макияж, маникюр. Современные представительницы прекрасного пола всегда хотят выглядеть идеально. Годы Великая Отечественная практичность во внешнем виде вышла на первый план. Красота ушла на второй. Да и удивлять ею было некого. Все время тружениц тыла уходила на работу в поле или за станком. За время войны на фронт было оправлено 121 770 теплых вещей. В том числе 5 тысяч пар валенок, 16 тысяч пар теплого нательного белья, 18 350 пар варежек, 23 тысячи телогреек и брюк, 20 тысяч шапок-ушанок. К концу 41-го года уже 4670 женщин село за руль полуторок тракторов, комбайнов. Помогали и дети. И знаете, вот выходило как по Некрасову. В больших сапогах, в полушубках овчинных, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Иногда люди видели, смотрят, пашет лошадь. А не видно, как эта лошадь идет. А оказывается, маленький мальчик сидел на лошади, прилег, его не видно даже. Невидимый труд и очень большая надежда на то, что война закончится, враг уйдет. И он ушел. Вера Никитична рассказала, что в День Победы на столе в каждом доме устроили пир на весь мир. Главными блюдами которого был винегрет и отварной картофель. А в голове у каждого советского гражданина крутились одни и те же слова. Выступал Калинин. Он был старичок уже. И вот его старческий голос звучал так проникновенно. Он начал выступление так. Граждане и гражданки Советского Союза. Великая Отечественная война окончена. Поздравляю вас. Дарья Пашмынцева, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК. Люблю тебя, Петра Творения. Люблю твой строгий, грозный вид. Невыдержавное течение. Береговой ее гранит. Эти строки Александра Пушкина из книги «Медный всадник» для 83-летней Ирины Сидельниковой. Как гимн любви к культурному центру России. Невероятное чувство притяжения к городу на Неве, в котором она родилась, годами становится только сильнее, признается пенсионерка. Ирина Васильевна бережно перебирает фотокарточки с изображениями Ленинграда. Мосты, площади, музеи. Последний раз в городе с невероятной энергетикой, которой сегодня весь мир знает, как Санкт-Петербург Ирина Васильевна была в 2006 году. Гуляла по улицам, вдыхая воздух, пропитанный историей и воспоминаниями. Причем не только теми, что заставляют улыбаться, но и такими, из-за которых по телу мурашки, в горле кома, в глазах слеза. Все они связаны с Великой Отечественной войной. Мы были в гостях, и когда было выступление Молотова об объявлении войны, отец достал из кармана призывное удостоверение, и тот же же отправился в военкомат. Вот так для меня началась война. Решили детей эвакуировать без родителей. Я помню только, что у меня на кармане было написано, вышито имя и фамилия. Осталось в памяти лес, железные эти железки, на них костры. Потом, как уже с мамой стали разговаривать, это воспитатели, которые ехали с нами в эвакуацию, спасали нас после бомбежки. Под нее попал поезд полный детей. Состав чудом остался цел. В нем была и пятилетняя Ирина Сидельникова с младшим братом. Эвакуироваться безопасно место из Ленинграда, где в конце июня 41-го вовсю велись военные действия, не получилось. Спустя несколько месяцев город на Неве превратился в ловушку для всех, кто в нем находился. На смену величию и красоте в Ленинград пришла блокада. А вместе с ней страх, ужас, голод и смерть. Окно в комнате, и летит самолет. Треск, страх, стекло, окно открывается, летят все цветы. Мы с братом успеваем спрятаться куда-то там, в прихожую, спрятаться под пальто. Вот немножко погодя, мама приходит, открываем. Ребята, вы где? Живы? Мам, мы тут, в нашем дворе стали рыть примитивное бомбоубежище, щель так называемую. Вот, копали эту щель четверо пленных немцев. Причем, вот это мне запомнилось на всю жизнь, что двое копали, а двое отдыхали. Щель эту вырыли, да, мы туда прятались во время бомбежек. Если от бомб еще можно было спрятаться, то от холода и голода, который буквально изнутри съедал жителей блокадного Ленинграда, скрыться не получалось. Суточной нормой на одного человека стали 125 граммов черного хлеба. Его делали из того, что придется. Выпекали в формах, смазанных маслом, оставшимся после перегонки дегтя. Мама Ирины Сидельниковой отламывала половину от своего куска и давала ей и брату. Она боялась потерять их, а они в какой-то момент чуть не потеряли ее. Маме сказали, что у нее последняя стадия дистрофии. Если она не уедет, то она может нас оставить сиротами. Вот мама и поехала. Мужественная женщина, 29 лет ей было. Мы уезжали и тот деревянный дом, в котором мы жили, после отъезда нас и других соседей, этот дом разломали и увезли на хлебокомбинат для того, чтобы испечь хлеба не только для какого-то количества людей. Дальше был месяц пути в Саранск по дороге жизни через замерзшее Ладожское озеро. Там семья Ирины Сидельниковой встретила долгожданный День Победы. Город детства встретил послевоенной разрухой. Спустя время Ленинград выбрался из нее и расцвел. Из него в 1956 Ирина Васильевна после окончания местного электромашиностроительного техникума переехала в Петропавловск, где 35 лет проработала на заводе имени Калинина. Ныне то изолит. Был отчаянный женский коллектив. Работали, потом немножко расширились, а так было около 600 человек рабочих. В основном это 85% был женский состав. Работали, как все от души. Поначалу-то, кто рассказывал, кто работал в военные годы, работали, оставались и ночевать. На моих глазах, когда работали еще в третьей смене, в 1956 году, я начала работать на заводе, оставались, селили в бумагу и спали. Здесь Ирина Васильевна познакомилась с мужем, родила двоих детей. Трое внучек и правнук – ее самая большая гордость и любовь. Петропавловск стал для нее вторым домом. Первым навсегда останется Ленинград. В начале Великой Отечественной войны в городе на Неве проживали около трех миллионов человек. В первый месяц блокады их количество уменьшилось приблизительно на 500 тысяч. Спустя 872 дня оккупации в Ленинграде остались порядка 557 тысяч человек. Ленинградцы – дети мои. Ленинградцы – гордость моя. Не в струе степного ручья везен отблеск Невской струи. Если вдоль снеговых хребтов взором старческим я скользну, вижу своды ваших мостов, взорь балтийских голубизну. Эти строки, написанные в сентябре 1941-го великим казахским поэтом Жамбулом Жабаевым, помогали тем, кто почти 900 дней боролся за город на Неве. Это не просто стихотворение. Это своеобразный гимн веры и надежды на то, что завтра наступит, враг сдастся и уйдет. Наша область в годы Великой Отечественной эвакуировали 26 тысяч ленинградцев. Кто-то из них приехал сюда уже после войны. Сегодня в Петропавловске живут пять свидетелей блокады города на Неве. Они считают своим долгом рассказывать молодому поколению о тяжелом испытании военного лихолетия. Дарья Пашминцева, Желдосбек Ермуканов, Новости МТРК. Вот тебе, душа моя, мой подарок. Держись, будешь летать. Снова полететь, чтобы победить. Это отрывок из кинофильма «Повесть о настоящем человеке». В основу легла реальная история летчика-истребителя Алексея Моресьева. Госпиталью он оказался после того, как его сбили над оккупированной территорией. 18 дней и 80 километров ползком по заснеженным лесам с двумя сломанными ногами не сломили волю бойца, а закалили ее. Вернуться в строй пусть не так быстро, как хотел Алексей. Не на своих двоих, а на протезах ему помогли солдаты в белых халатах. Всего в годы Великой Отечественной войны их было около 200 тысяч. К этой цифре нужно прибавить полмиллиона средних медицинских работников. Благодаря их труду за победой в строй вернулись более 70% поступивших в госпиталя. Это около 22 миллионов больных и раненых. Лишь порядка 17% солдат отстранили от боевых действий. Вернуться на фронт, освободить по состоянию здоровья от воинской службы или дать инвалидность. Это непростое решение принимали специальные медицинские комиссии при госпиталях. Первый из них под номером 3813 эвакуировали в Петропавловск в ноябре 1941 года. У нас тысячи коек местные органы власти должны обеспечить квартиру 200 сотрудников этого госпиталя. Сотрудники госпиталя считаются военнослужащими, они имели воинское звание. 12 помещений на выбор плюс еще два дополнительных подготовили в областном центре для размещения ЭВК госпиталей. А сколько и всего было в Петропавловске? В этом вопросе информация архивистов и историков расходится. Последние называют цифры 4 и 6. Первый же настаивает на трех. Один из этих ЭВК госпиталей сейчас за моей спиной. В годы Великой Отечественной здесь лечили раненых и больных солдат. А сегодня в этом двухэтажном здании маленькие петропавловцы грызут гранит науки. Чтобы школьники знали и понимали, где находится на фасаде учебного заведения, есть специальная табличка. Ее они видят почти каждый день. Но современному поколению, живя в мирное время, очень непросто понять масштабы и ужас Второй мировой войны. Помочь могут цифры. Например, количество солдат, прошедших через Петропавловские ЭВК госпитали. Но в областном государственном архиве озвучить эти данные не могут, так как они являются секретными. Зато петропавловцы хорошо знают количество захороненных солдат, которых врачи не смогли спасти и вернуть в строй. В областном центре в ЭВК госпиталях скончались 488 участников Великой Отечественной войны. Дарья Пашмынцева, Жолдозбек Ермуканов. Новости МТРК. Делать то, что кажется невозможным на благо страны – негласный девиз завода имени Кирова. Последний его прорыв – освоение компьютерных технологий. Сегодня их производство уже не воспринимается как нечто удивительное. А ведь путь становления и развития предприятия был непростым. 24 ноября 41-го завода эвакуировали в Петропавловск и дали номер 641. В этот же день не в цехах, а под открытым небом началась работа. Ведь не фронт, и тем более победа не могли ждать. Радиостанции «Пилот» выпускали, которую упустили 41 161. Радиостанция «Мираж» 16 тысяч. Антенны выпускали, перенкатор, штопор. Связь была номер один во время войны. Без связи нельзя было ни в одну операцию провести. Налаживали ее 447 приезжих специалистов. Всего для работы вместе с предприятиями в Петропавловск приехали в те годы 26 тысяч человек. Всех их необходимо было где-то размещать. Решение этого вопроса нужно было найти как можно быстрее. Я как сейчас помню, был поздний вечер, раздался властный стук в дверь. Открывайте. Мы открыли дверь, вошел милиционер, а с ним три фигуры, закутанные в какие-то тряпки, в какие-то лохмотья. Он сказал, это москвичи, они приехали с заводом, будут жить у вас, освободите им место. Дом деда состоял из двух комнат. В одной комнате поместились эвакуированные, а мы, семья из 8 человек, в одной комнате спали в повалку на полу. Утро начиналось с гудков заводов. Часов у людей не было в то время, и все определяли время по гудкам. С ними толовики и вставали на работу. На предприятиях в те годы трудились примерно 34 тысячи северокзахстанцев. В основном это были выпускники местного училища, которые на момент начала Второй мировой занимались там всего год. Так что азы будущей профессии 15-летней юноши и девушки узнавали у станка. Ответственность была колоссальная, без права на ошибку. То, что стояло на кону, допустить ее просто не позволяло. По той же причине каждый прибор, отправленный из предприятия, тщательно проверялся. Кстати, ни один образец тех самых военных радиостанций и пеленгаторов завода 641 до наших дней не дошел. Все до последнего доставили на фронт. Потому увидеть их можно только на фото. Такие свидетельства о Великой Отечественной с детства интересовали Кирилла Пролубникова. Ему также нравится проводить время за разговорами с прабабушкой. У нее нежное имя Роза и волевая фамилия Коптырева. С 15 лет она знает все о деталях к морским минам снарядом «Катюши» и М-30. Конечно, мы по 12 часов работали, а то и сутками работали, потому что сделать надо это все. Однажды она перевыполнила план в 5 раз и сделала в 5 раз больше всех, чем другие. О ней написали в газету «Комсомольская правда». Также историю о 16-летней девушке донесли во все военные части. В одной из них был ее брат Михаил. Его сестра очень хотела помочь, как и все те, чьи родственники ушли на войну. Розе Коптыревой, которая трудилась на заводе 239, ныне ЗИК-100, доверяли самую ответственную работу. Ее хрупкие руки металл слушался и превращался в детали снарядов, которые помогли победить. Как мы обнимались, как прыгали, скакали, вспомнили трудно. Все для фронта, все для победы. Этот лозунг каждый день повторяли работники всех предприятий, которые функционировали в годы Великой Отечественной. Фронт и тыл стали единым целым и вместе, пусть и каждый по-своему делали все для общего результата. Всего за годы Великой Отечественной в Казахстан эвакуировали больше 300 предприятий. 20 из них базировались в Петропавловске. Здесь выпускали 29 видов продукции для фронта, а некоторые произвели впервые. Вера, труд и сплоченные 60 тысяч работников помогли. Советский Союз победил. Дарья Пашминцева, Казбек Арыкбаев, Рустам Тлеужанов, Жолдозбек Ермуканов. Новости МТРК. Берег озера Пестрово. Именно здесь в июле 1941 года располагались военные полевые палатки. Проходили сборы солдат, которые вошли в состав 314-й стрелковой дивизии. Здесь североказахстанцы прошли курс молодого бойца. После им выдали оружие и отправили на войну. В момент образования 314-й стрелковой дивизии в ее состав вошли 10 тысяч человек. 75% – североказахстанцы. Они сражались в рядах Ленинградского фронта, одержали оборону на реке Свирь и 7 сентября выстояли в кровопролитном бою с финскими войсками. Сумели, защитили. Второе кольцо блокады Ленинграда немцам закрыть не удалось. Одну из решающих ролей в этой операции сыграли наши земляки. В первых рядах в бой шел обильмажин Баширов. При жизни он хоть и редко, но делился воспоминаниями о войне. Сейчас их бережно хранит старший сын. Только вернувшийся, раненый, с финской войны 24-летний парень снова ушел на линию огня. Был командиром стрелкового полка. Первым и в огонь, и в воду. Первый выстрел ему разрешали. Вот это было, вот он постоянно подчеркнул. Мне всегда руководствуют первым. И мои цели, и мои расчеты всегда оправдывались. Освободил не один десяток городов. Встретил победу в Чехословакии, но домой вернулся только в 47-м. Кавалер двух орденов славы, второй и третьей степеней. Он дожил до 96 лет. Повидал многое, но блокаду Ленинграда ветеран считал самой страшной страницей войны. Ледейный поле, вот там он находится, эти два года там, трудных годов. Ой, что там он увидел, он бывало, вот соберемся на 9 мая. Он рассказывал, это вообще люди много испытали. И надо сказать, столько все это перенесли. Вот действительно дух. Город-герой 872 дня держал оборону. Люди выживали, как могли, но не сдавались. Боролись до последнего и наши земляки. Настоящий героизм они проявили в операции при прорыве блокады. 8 января 43 года войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились и разгромили фашистов. Освободили Шлиссельбург и очистили южное побережье Ладожского озера. Восстановили сухопутную связь Ленинграда со страной. Этот участок получил название «Дорога Победы». Через год блокаду сняли окончательно. 314-я дивизия отправилась освобождать город Кингисепп, за что получила почетное звание «Кингисеппская». Их героизмом невозможно не гордиться. В каждом городе дивизия вела бои до последней капли крови. Не сдавались и не отступали. У нас есть данные, за 11 месяцев 43-го года снайперы уничтожили 6114 человек. Среди них наши земляки Григорий Зубков из Шалаклина района, Андрей Королев из района Козылжарского, Андрей Королев, его снайперская винтовка сегодня хранится в музее артиллерии города Санкт-Петербурга. Андрея Королева считали одним из лучших снайперов. Он особо отличился в сентябре 42-го года. В Гайтолово наши войска окружили фашисты. На помощь отправили 314-ю дивизию. Вот что писали в донесении о нашем земляке Королеве. В бою в районе Гайтолова товарищ Королев проник в подбитый танк, стоящий на нейтральной территории, и через смотровую щель с расстояния 40-60 метров в течение двух суток из винтовки и автомата. Отражая атаку, уничтожил 79 немцев. Фашисты отступили, а Королева полуживого доставили в госпиталь. Так североказахстанский снайпер получил орден Красной Звезды. И это только один из примеров мужества и отваги одного солдата. Свыше 12 тысяч солдат и офицеров 314-й стрелковой дивизии получили ордена и медали. Трое стали героями Советского Союза. Среди них и наш земляк Павел Гончар. Он был сапером. Неоднократно проявлял мужество и героизм. Отличился при прорыве блокады Ленинграда. Под этим городом он и погиб в бою. В его внутреннем кармане нашли вот такой листок. Потертый, видно, что много раз перечитывали. Стихотворение Жамбула Жабаева «Ленинградцы. Дети мои». Это произведение находили у многих североказахстанцев. Вся страна идет на врага. Поднимается весь народ. И не сломит наших свобод груз фашистского сапога. Сколько в итоге североказахстанцев было в составе Кингисепской дивизии, неизвестно. По сей день на территории бывшего Советского Союза находят останки героев победы. В том числе и наших земляков. Все еще остаются тысячи без вести пропавших. Сейчас в нашей области уже нет в живых ни одного солдата 314-й стрелковой дивизии. Но подвиг их не забыт. Ведь герои живы, пока о них помнят. Агири Макашеву, Рустам Тлежанов. Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова